Всем привет, дорогие друзья, с вами Михаил, и это продолжение Crusader Kings герцога Британии Конана II. В прошлой серии мы успешно закончили войну по слабой претензии нашей жены и отвоевали целое же герцогство Пуат у французского короля, который тем временем завязан в сразу нескольких войнах, а основной конфликт с герцогом Фландри, который активно борется за независимость, пока что ему это удается. Правда, тем временем под шумиху Священгельской империи императора отжал у него одну из провинций. Также в войне завязан Вильгельм, у которого теперь есть клейм на наше графство, которому наверняка не применят воспользоваться, но надеюсь, что какое-то время мы прожим спокойно, потому что здесь на севере герцог Мерси, Нортумбри и всех-всех-всех этих земель, он явно на стране дружелюбно, он участвует как союзник в войне против Вильгельма. Да, развязал войну, по-моему, Эдмунд или кто-то из них. В общем, они хотят посадить вместо Вильгельма на престол Эдмунда, который... Вот он, собственно, из рода Годвина. То есть хотят вернуть Годвинсенов на трон в Англии. Поэтому я надеюсь, что Вильгельм пока что будет завязан там и на нас давить не будет. Тем временем, наша жена очень нас теперь любит, потому что мы протащили ее клейм. И теперь основная для нас задача, у нас нет законного наследника и наследует все наш племянник. А он не нашей династии, к сожалению. Это сын и сестры, поэтому нехорошо это. Нам нужно наследник, поэтому амбицию я пока иметь не буду. Но напомню, что конфликт был достаточно сложный. Мы бились над фронтом, отвоевывали здесь. И еще вдобавок, внутри королевства у нас было восстание. Так что происходило это все таким образом. А вот уже, кстати, вы видите армию Бетфорда, которая спокойно разгуливает здесь по земле Вильгельма. Вот Бетфорд. Он тоже самое поддерживает. Они все восстали против Вильгельма. Ну, в большинстве своем. Так. Пока ничего не происходит, пока время идет. Я еще несколько организационных, пожалуй, вопросов рассматриваю. Ну, как-то, например, будут ли серии в выходные. Скорее всего, нет. В выходные серии, наверное, не будет. В выходные надо отдыхать. А мой летсплей так... Нет, там, по вечерам что-нибудь посмотреть. Поэтому... Возможно, в будущем там... И опять же, насчет длительности видео. Меня просили сделать их длиннее. Но... Возможности такой нету. Короткие видео, во-первых, они куда более насыщенные потом. Я не вижу смысла делать длинные видео. Это просто сонным становится. А так, по чуть-чуть. Да и к тому же, рендерить, если честно, короткое видео намного быстрее. Обработка занимает достаточно много времени. И чем больше я файл, тем дольше. Поэтому... Не настаивайте на там часовых и полутора часовых. Первая серия была длинной, да. Но это и не... Мой косяк тоже. Я, если честно, не хотел делать ее такой длинный. Это получилось. Я даже не посмотрел, сколько времени идет. Думаю, что я буду постараться придерживаться 20-минутного... Максимум получасового формата. А может быть, иногда и меньше. Если будет случаться что-то коренным образом меняющее ситуацию. Вот так. И... Что, собственно, у нас тут? Ничего не происходит. Возможно... Вы знаете, у нас в стиме сейчас прошел релиз пару дней назад игры от Paradox на том же движке, который называется Match of Eagles. Это игра периода наполеоновских войн. Охватывает она крошечный по сравнению с Crusader Kings период в 15 лет всего-навсего. Но там более, скажем так, боевая составляющая реализована в большей степени, нежели здесь в Crusader Kings. Вот так. И... Ничего не происходит. Я понимаю, что мне, наверное, неинтересно слушать мою болтовню. Но здесь вообще, ровным счетом, ничего не происходит. О, что-то случилось. Дорогой сын, благословение на тебя и твой дом. Я раскрыл заговор, в котором граф Оэль Нанта старается фабриковать циклейм на Герцогсу в Британии. Твоя... Ну, твой... Твой... Верный... Спаймастер. Ну, вот, глава шпионов Берта де Блуа. Мамочка наша. Что ж. Дружище. Это... Муж моей сестры. Он фабрикует клейм. И у нас есть... Доказательство. 55% шанс. И никто... Не воспротивится тому, что мы будем его арестовывать. Так, давайте посмотрим. Он граф в Нанте и в Корнвале. Он может собрать довольно много воинов. Сколько? Так. Нант. 300 воинов тут. И... Где там еще в Корнвале? А, это все... Все, что он может поднять, да? То есть... Не только в Нанте. Нет, он здесь может поднять 200. Что-то он может поднять 200. А как вам такое решение проблемы? Я собрал все войска. А теперь мы постараемся его поймать. Но... Но... Мои стражники провалились и не смогли. Он поднял восстание. К оружию? Хорошо. Поднимаем... Армию и... Собираемся. С силами. Так. Пауза. Куда? Куда это он собрался? Он призван... 13 января. Мы уже не успеем его перехватить. Здесь чем граница? Сан-Джуи. Туарн. То есть, если мы отсюда ударим, будет все окей. Хорошо. Так. Объединили. Знаете, научный опыт там прошлых серий. Я не буду ничего здесь изменять. Вот как он сам сформировал, так все и оставим. И посмотрим, что из этого получится. У нас объективно больше. Кроме того, у нас освободилось место в Совете. Ну, на его место мы посадим... Кого мы посадим-то? Я не знаю. Так. О, мы улучшили свои полководческие таланты. Отлично. И пока там идет кровопролитное сражение, мы посмотрим, кто у нас. Вот наш дядя, наверное, да? Он хотя и стар уже, но у него довольно высокий навык 6, а у нашего сына 9. Давайте нашего сына тогда лучше сделаем. И посмотрим, где у нас риски восстания самая большая, да, где, в принципе, все ровно. Ну, тогда пусть технологии изучает. И посмотрим, как у нас тут продвигается битва. Вот. Так что, про Европу... Ой, фу, Европа. Про Маршев Иглз. В общем, то, что я прочитал про нее и... Как мне это самому казалось, когда я видел скриншоты, я не ошибся. Действительно, игра и, в общем-то, использует тот же самый движок. А, не дают рассказать. Мой господин... Я, говорит, прошу снисхождение к одному из ваших пленников, графу Морвану Леона. Лоэна? Леона? Вообще, Леон написано. А где он? А, у меня два... Уу, у меня два чувака в тюрьме сидит, так сказать, нифига. Три года. Так, а кого он просит? Морвана. За что он сидит-то? Без понятия. Вот этого я ни за что не выпу... А, нет, этого можно выпустить, этот пешка. Его мы отпустим. Вот, он к нам хорошо тебя относится. В общем, будьте милостивы к своим вассалам. Так. А, это он... Хаус Леон. А этот Хаус Ро. Ну. А за что? Я не помню, за что его. Он восстал, я помню, там. Что-то. Да, а как насчет присоединиться к нему? Ладно, давайте освободим, мы же будем милостивым. Так, что такое? Мы можем кого-то посадить. Почему? За что? Погодите. А, это наше перемирие со мной. А, ну короче говоря, мы в любой момент можем его бросить в темницу. Всегда у нас есть шанс. Довольно неплохой. Ну, если что, мы его всегда сможем погасить. Так, сотни воинов. Ну, пусть они проваливают. Осада идет. А мы тем временем договорим все-таки про Маршов и Голос. В общем, игра про Наполеоновские войны. И я сначала, когда увидел, прям сгорелся такой. Наполеоновские войны, крутотень. Обожаю эту эпоху. Линейная пехота, пушки, все это. Картечь свистит, тела разлетаются. Это, конечно, зрелищно и все такое. Когда Total War Empire вышел, я вообще от радости на стенку лезть готов был. Но потом, конечно, разочаровался знатно. А Наполеон даже не стал покупать. Ну, а что касается этой игры, то я после того, как увидел скриншоты и прочитал, что на том же самом движке, я понял, что это очередной способ просто потянуть денег. В принципе, за то же самое. К тому же, что мне нравится в Call of Duty Kings, это вот эти все интриги и все такое. Там нету такого. То есть там именно военные сражения, кооператив с друзьями, правда, говорят, хорошо, очень реализован. Но, в общем, игру я даже и покупать не стал. Такое входит мнение, что это просто их пробный запуск игры перед релизом Европы Универсалис. Очередной. Четвертый, по-моему, да? Который, скоро уже очень релиз ее. Поэтому, может быть, они решили попробовать. То есть, ну, почти наверняка так было, на самом деле, и с Crusader Kings 2. Если посмотрите, в магазинах есть такая игрушка с Сенгоку, которая представляет собой, на самом деле, ничто иное, как те же Crusader Kings, только в меньшем масштабе, как бы, и... Ну, с некоторыми недоделками еще, да? То есть, переработанное Сенгоку, это то, что мы сейчас наблюдаем. Вот, собственно. Мой господин, во время его пребывания в Рейне, я встретил великого философа, который согласился помочь мне с моими... с моими исследованиями по улучшению культуры в провинции. С разрешения я хотел бы нанять его. Легализм. Легализм это удобная вещь. Вот, легализм. Он увеличивает размер вотчины. То есть, так мы можем владеть тремя. У нас максимум три графства, может быть, во владении. А так мы сможем четыре. И, на мой взгляд, это стоит восьми золотых. Эй! Где мой... Где мой легализм плюс один? Давайте поставим некоторое управление, все-таки, на культуру. Вот так. Здесь поставим религиозные обычаи. Так, ну... Фироструктура монастырей, церквей. И... Еще у нас... Организация армии. Чтобы... Снабжение, чтобы больше войск можно было по территории. Ну, так, как-то и оставим, наверное, да? Ну, вот. В общем, про... Марш оф Иглс я выговорился. Кому интересно, можете... Вбить в ютубе там, или... Просто где-нибудь в электронном магазине посмотреть. Что к чему, и как это выглядит. Но... Мое мнение такое, что, в общем, эта игра... Ну, не стоит... Такого уж как... Внимания. То есть, если... Вам очень нравится эпоха, Если вам действительно интересно, Если вы большой фанат... Игр... Парадокс, то... Как будто одно. Но... Если же вы... Так, в общем, спокойно относитесь, То это ни к чему. Так, что такое? Пентевр. Так, граф из Пентевра посадил... Какое-то священие. За что? Не написано, за что. Ну, посадил. Так... Это наши земли осаждают. Тут все ерунда. Смотрим сражение. Мы победили. Главное, чтобы они сейчас не пошли туда. Они туда как раз и собираются. Сколько здесь воинов? 225. Давайте разделим армию. 60-ом. Давайте... Им туда докинем еще. Вот так вот. И этой армии бросимся вдогонку. Ай-яй-яй-яй. Нет. Отставить. Ничего, мы никуда не бросимся вдогонку. А, нет, все... Во. Вот так вот, нормально. У нас больше воинов. В общем, меня это устраивает. Пока они там осаждают, а мы тут тоже будем осаждать. Так, и тут же он его освободил. Не знаю, зачем он это сделал. Так. Что тут у нас в сражении? Как? Кажется, мы проиграем. Хотя нет. Наш большой отряд обратирует бегство. Так, куда отступают? 27. А тут гарнизон сколько? 22. Пока они будут ходить туда-сюда, он уже пополнится. Так что мы можем спокойно отваливать обратно. Так, это что? Английская армия приперлась туда. Стоит. Так, давайте посмотрим, как у них война продвигается. Так, уже почти что закончилась. Кароль Францик проигрывает эту войну. Счет 85% в сторону герцога Фландрии. А Вильгельм, в свою очередь, продувает свои земли. Значит, ему будет чем заняться сейчас. Это отлично. Возможно, мы сейчас сможем протащить свой клейм на... на этот самый. Как его? Как его? Как его? Да нормально. Конечно же. Так, что тут у нас? Вот, уже здесь есть 100 человек в гарнизоне. И уже никаких шансов у него нет. Так что... Просто ждем, сидим в осаде. Выпиваемся своей победой. В очередной раз. Что-то никаких не хочет мой канцлер в клейм меня замутить. Возможно, может, никакие интриги появились. Нет. Фракцию основательную тоже никак не могу. Так, а возрасте 24 лет какая-то наша придворная умерла от внимания. Ну и фига с ней ничего. Надо было время запустить побыстрее. Тут что-то как-то вообще ничего не меняется. Главное, когда так быстро меняете время, все время держать руку на пульсе и желательно еще на клавишу, которая ставится с паузой. Не обязательно здесь кликать, можно поставить на кнопку. У меня это пробел. Поэтому я буду судужно хлопать по пробелу иногда. Наверное. Так. Ну вот. 52% уже. Чет, сдавайся. Ну как хочешь. Надо разбить его армию. Так, тут мы сейчас тоже выдержим осады. Так, давайте посмотрим, что война закончилась? Нет еще. Ну вот-вот закончится. Кстати, что у нас вообще с деньгами? У нас небольшая прибыль идет, но только не очень большая. Дьявольский престиж. Как у нас, что у нас там с отношением с вассалами? Там, может, надо будет отсюда посмотреть. О! Прошел еще один год, и он присылал нам вот так. Минуточку, это что такое? зовет на подмогу. А что такое? У нее кто-то восстал? Кто у нее восстал? Да, вот этот парень у нее восстал, она нас просит помочь в войне. Хорошо, я это им поможем. Но это уже мы сделаем в следующей серии. А он говорит, мы сдаемся. Конечно, я согласен. Так. Отпрылся к нам в темницу. Там пусть пока посидит. Подумает над своим поведением. Так. Ну, и я думаю, что такая вот у нас небольшая серия получилась по подавлению мятежа здесь. И сейчас двинемся на помощь нашей жене поможем ей подавить восстание. Нам нужно все время ее поддерживать, чтобы она в свою очередь помогала нам в наших войнах. А Франция тем временем, смотрите, как... Подождите. Минуточку. Что за ерунда? Он проиграл? Как так? Как он проиграл? Он сдался? Или он попал в плен? Вот это мне вообще не нравится. Это очень фигово. Ладно, давайте с этим разберемся уже позже. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии свои пальцы вверх-вниз. Неважно. Главное, мне нужно понимать, что это кому-то интересно. И чем больше подписчиков, тем больше видео, конечно. Так что подписывайтесь. С вами был Михаил. Всем пока. С вами был Михаил.